Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеша. Как вы знаете, я запустил новую рубрику вопрос-ответ уже был на канале пилотный выпуск. Так вот, насобиралось уже 24 вопроса. Сегодня я готов на них ответить. Давайте начинать. Поехали! Вопросы, как и в прошлом выпуске, я буду читать со своего iPhone, поэтому давайте первый вопрос. Если ты захочешь поменять свой Mac, на что ты его поменяешь? MacBook Air, Pro или iMac? Вообще, довольно-таки было прикольно, если бы у человека дома стоял iMac, если он там куда-нибудь уходит, он бы брал с собой MacBook Air для каких-то простых задач, типа Pages, iKeynote. Ну, а, например, если вы хотите делать какой-нибудь монтаж на ноутбуке, то тогда уже стоит брать MacBook Pro. То есть, вот такая вот логика, но если бы я захотел поменять свой Mac Mini, то на что бы я его поменял? Поменял бы я его, наверное, на MacBook Pro последней версии 13 дюймов. Идем дальше. Следующий вопрос. Сайт сделал ты сам или заказывал? Сайт я делал сам, там никаких наворотов нету, поэтому все довольно-таки просто. И да, сайт я сделал сам. Тебе больше нравятся настольные компьютеры или ноутбуки? Видео крутые такие. Спасибо за комментарий по поводу видео. А насчет, что мне нравятся больше ноутбуки или компьютеры? В компьютеры, которые идут на столе, например, как вот этот вот Mac Mini, в него можно запихнуть больше железа, и вам его не нужно никуда носить. Он постоянно у вас стоит дома, и, собственно, никуда вы его не переносите, и это довольно-таки удобно. В случае же с ноутбуками, сейчас их делают мощнее уже, да, то есть, например, тот же MacBook Pro. Но есть такие же ноутбуки полегче и послабее, например, тот же MacBook, новый, например, там Space Gray или золотой, я бы с удовольствием взял. Но если бы я только занимался какой-то офисной работой, опять же, Pages или Keynote, но поскольку мне надо монтировать видео, то все-таки я бы взял, если и настольный, то iMac 5K, а если бы какой-нибудь ноутбук, то взял бы MacBook Pro 13 дюймов, как я уже, собственно, говорил. Идем дальше, следующий вопрос, сколько времени ты тратишь на монтаж? Вообще, это по-разному, если, например, вот такое вот видео, оно монтируется довольно-таки быстро, единственное, что нужно потратить где-то часик для того, чтобы, опять же, повставлять здесь вот где-то снизу ваши вопросы. То есть, время уходит где-то, ну, приблизительно час-полтора, если это обзор кого-то аксессуара, то приблизительно часов три, потому что нужно и графику в After Effects или Motion сделать, то есть, там по-разному. В основном, от часа до трех. Идем дальше, как научился работать в Adobe After Effects, сколько времени тебе потребовалось для этого? Я еще не полностью его изучил, ну, полностью его изучить нереально, то есть, приходят знания со временем, смотрю какие-то ролики. Обязательно, если вы занимаетесь монтажом, посмотрите очень хороший канал, он иностранный, правда, называется Film Riot. Чувак делает очень прикольные ролики, он снимает фильмы, краткометражки, а потом рассказывает, как он их снимал. Например, сейчас они там рассказывают про НЛО, такой неприкольный фильмец, поэтому, может быть, ссылку даже на его канал оставлю в описании. Переходите, смотрите, очень качественные ролики, он, опять же, делает всякие уроки по Adobe After Effects. Из российских ресурсов это VideoSmile, опять ссылка будет в описании под этим видео. Можете заходить, смотреть, опять же, это не конкуренты, а это просто люди, которые помогают мне учиться, опять же, каким-то вещам в том же Adobe After Effects. Идем дальше, следующий вопрос, когда появится jailbreak на iOS 8.1.3, это уже не актуально, поскольку сейчас у нас уже, какая версия, 8.3, по-моему, уже прилетела. И как можно бесплатно установить iOS beta с русской Siri и не получить кирпич? Ну, по сути, как бы никак, потому что уже Siri доступна всем пользователям, уже вышло обновление. Идем дальше. Следующий вопрос у нас, как ты распределяешь свое время для съемки уроков, может, тренировок и прочего, и как твои родители относятся к тому, что ты снимаешь? Мои, например, относятся к тому, что я снимаю негативно, говорят, занимаюсь фигней. Отвечаю на первый вопрос, как я распределяю свое время, например, на выходных я стараюсь как можно больше записать видео, то есть я записал, у меня там есть несколько заказов, то есть там обзоры какие-то надо записать там для магазина, я записал на выходных два обзора, записал урок по Final Cut, озвучил новости, и вот сейчас пишу вопрос-ответ, то есть я стараюсь больше всего делать на выходных, ну а если уже там прям какая-то срочная работа есть на самой неделе, то быстренько все это дело происходит, главное, чтобы было желание. Так, тут еще был один вопрос, как твои родители относятся к этому? Относятся позитивно, говорят, что молодец, и даже предлагают вкладываться в это, говорят, чтобы если хочешь, чтобы твое дело продвигалось, то нужно вкладывать деньги в то, что потом будет тебе приносить доход, это довольно-таки умная вещь, поэтому вскоре, может быть, что-нибудь обновимся, но пока не буду спойлерить, скоро все узнаете. Идем дальше. Привет, с чего начиналось твое знакомство с Apple и почему решил перейти именно на эту фирму-производителя? Началось все довольно-таки просто, я поменял, просто бесплатно поменял свой какой-то глимый Acer на iPad 2, и, знаете, зашло, мне понравилась экосистема и так далее, потом появился и Mac Mini, но первое, что меня сподвигло снять видео, это я купил себе смарт-кавер и просто решил заснять видео, поделиться, собственно, своей покупкой, скажем так. Ну и потом пошло там микшерный пульт, вот такой вот, вот он, если он в фокусе, покажу, обзор есть, но он довольно-таки тупой, потому что тогда еще не было опыта и нес всякую фигню. Ну, собственно, вот с этого и начиналось, то есть купил чехол для iPad'а и пошло-поехало. Но вот есть в мыслях, то есть уже не так много видео посвящено именно Apple, появляются обзоры сторонних аксессуаров и так далее, ну, поэтому вот идем в сторону просто качественных обзоров, я уже неоднократно об этом говорил. Идем дальше. Привет, как ты думаешь, хорошо заряжать iPhone неоригинальным кабелем, но при этом он никакой ошибки не выдает, у тебя очень классное видео, спасибо за то, что у меня классное видео. Ну, а по поводу неоригинальных кабелей, я себе вот недавно купил кабель Mochi, если я не ошибаюсь, по-моему, так, вот, но до этого, блин, был монстр, мне сказали, что его нереально убить, то есть он просто будет работать-работать, я его ухайдохал за месяц, поскольку я ношу его постоянно с пауэрбэнком, то есть это в сумке, в кармане и так далее, там, где мало места, он может пойматься, и там просто отошла пластмасска, и, собственно, он уже не стал, у него не было вот этой защиты самого кабеля, то есть он вылез наружу. Вот такая вот история, дал в сервисный центр, что-то его долго не возвращают, и как бы нужен был кабель, поскольку у меня вот здесь в тумбочке, сейчас даже вам покажу, у меня здесь есть вот склад вот таких вот кабелей, они все, собственно, порваны, так вся эта история выглядит. Ну, да, печально, вот, ну и, собственно, рекомендую вам вот эти кабели Mosh, они довольно-таки защищенные и так далее, у меня черненькие, там много разных цветов, вот, но все-таки желательно не оригинальным кабелем не заряжать, потому что там кабеля нету, но у меня был китайский, и, собственно, он действительно взорвался, хорошо, что не айфон, а просто сам вот этот лайтнинг, штекер, он разлетелся. Идем дальше. Ага, это уже было, как-то относится к iPad mini 3, мне просто интересно. Если честно, пользовался им буквально 3 часа, когда записывал обзор, никакого экспириенса не было, но хорошо, у меня вот у папы iPad mini 2, и тоже как бы работает отлично, по сравнению, конечно, с моим iPad 2, это вообще никуда не шло, то есть он намного быстрее, но с iPad 2 тоже можно жить, поэтому к iPad mini 3 отношусь позитивно. Привет, вопрос, что ты думаешь лично о своем канале, ведь самооценка очень важна, да и другим интересно послушать про тебя, расскажи, пожалуйста. Как я отношусь к своему каналу, да, очень просто, я никакой, так сказать, бывает, да, критика, особенно, когда снимаются какие-то обзоры, вот, ты снимаешь обзор, там у меня обычно я вот, может, в подкасте, если не слушаете мой подкаст, ссылочка будет в iTunes в описании, подписывайтесь, там, кстати, в подкастах, в конце самого подкаста, я начинаю делать аналитику, свои все, своего всего проекта, это в YouTube, ВКонтакте и так далее, сколько мы зарабатываем и тому подобное. Так вот, что касается, я уже вопрос забыл, ага, про самооценку, то есть бывает такое, что вот на проводку у меня видео, просто провести проводочку, плавно уходит у меня где-то минута, то есть одна проводка идет минута, в итоге потом из нее выреждается всего лишь 5 секунд того видео, которое действительно идет уже потом в сам видеоролик. Бывает все трясется, ты начинаешь нервничать, то, что, мол, ты такой тупой, у тебя нет никакого оборудования, а вот посмотри там на розетки, у них все плавно и так далее, ты начинаешь, типа, все, надо уходить с YouTube, удалять канал и так далее, бывают такие моменты, но потом собираешься такой, ты пацан крутой, у тебя все получится и так далее, поэтому так, чтобы прямо сказать, что я вообще звезда, я не скажу, но как бы не полдное днище, так это точно. Следующий вопрос, будешь ли покупать Apple Watch, лично я, как бы не то, что, я не готов отдать за них 400 долларов, если подарят, да, возьму, попользуюсь, обязательно будет обзор на канале, следите, будет распаковка, первое впечатление, полный обзор, все это дело будет, поэтому обязательно подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Как ты думаешь, будет ли iOS 10, 11, 12 и что ты думаешь об Apple Watch? Сейчас вот буквально, когда я начал записывать ролики, вчера уже начали выкладывать обзоры, там, вилсаком, дроидер и так далее, они говорят, что довольно-таки хорошая вещь, в основном вилсаком, ну, как бы понятно, вот, но опять же нужно попользоваться на фотографиях, на видео, это совсем другое и нужно действительно взять руки и понимать, что это такое, поэтому, если у вас где-то в городе есть какой-то демонстрационный центр, где можно пойти реально пощупать, правда, это будет не сейчас, а где-то через месяцок, обязательно пойдите, потрогайте, поклацайте, тогда вы уже точно составите какое-то первое впечатление и будете знать, нужны они вам или нет. Ну, а насчет, будет ли iOS 10, 11, 12, думаю, да, будет, почему бы нет. Расскажи, с чего начиналось твой проект, я уже говорил, я начал снимать обзор, чехла, и тогда это был не проект, это просто был канал на YouTube, а потом уже появился сайт, подкаст, что там еще у нас есть, группа ВКонтакте и так далее. Что сподвигло создать канал, опять же, было просто интересно, да еще был у меня переезд, я сейчас живу за городом, и тут почти нету людей моего возраста, и просто нужно с кем-то общаться, и вот я нашел себе общение с камерой, ну, а через камеру я уже общаюсь со своими подписчиками, вот. И при каких условиях в плане оборудования ты начал работать? Начал я работать со своим Asus, даже обзоры есть на канале, где-то ссылочку тут брошу. Потом у меня был уже Nikon D3200, вот этот вот, был какой-то убитый штатив, в каком-то из видео, по-моему, про хромаке я его показывал. Ну, и, собственно, больше ничего не было, камера даже с автофокусом была, все это ерзало. Посмотрите, первое видео, иногда сам смотрю, смеюсь, потому что настолько все ужасно было, что просто сами не представляете, сейчас все намного лучше. Ну, вроде на вопрос ответил, идем дальше. Хорошо, привет, помоги, как называется, эффект в Motion, чтобы объект вращался. Да, все очень просто, давайте перейдем к Манку, сейчас все расскажу. Переходим в Motion, выбираем Motion Project, нажимаем на клавишу Open, немножко подвигаем окно, выбираем логотип, будем это делать на примере моего логотипа, открываем все это дело на весь экран, выбираем Fit, переходим в Inspector, делаем немножко меньше Scale, после чего выбираем здесь вот с правой стороны камеру, нажимаем Switch to 3D, после чего возвращаемся вот в эту вот вкладочку и открываем настройки Rotation. После чего выбираем логотип наш на таймлайне, ставим вот здесь Keyframe напротив параметра Rotation, переходим немножко вперед по кадрам и меняем параметр Y. Давайте пусть он несколько раз прокрутится, вот приблизительно вот так вот, и теперь смотрим, что у нас получилось. Вот такая вот простая анимация, все довольно-таки легко, если у тебя остались вопросы, задавай их в комментариях, а мы идем дальше. Ну вот так все очень просто делается, думаю, я тебе помог, идем дальше. Данила, что думаешь об новом Mac'е? Я им картоху смогу резать, спасибо за веселый вопрос. Если честно, не трогал, опять же, хочу посмотреть, заснять обзор и так далее, но мне кажется, что он слишком слабенький для того же Final Cut'а, но я как бы попробую на нем запустить и Final Cut'ы, Photoshop попробовать что-нибудь сделать. Главное, чтобы он сильно не нагрелся, пройдем какие-то тесты, посмотрим, насколько он максимум сможет нагреться. Идем дальше, если будущее у iPod, вот буквально пару дней назад появилась новость о том, что есть, и, по-моему, в сентябре его собираются обновить вместе с iPhone'ами, поэтому ждем, думаю, что будет. Кстати, ну, я считаю, что это довольно-таки интересная штука, потому что вы можете купить какую-то Nokia в переходе за 200 гривен, или даже, например, какой-то Samsung, у которого есть режим модема, и, собственно, с Nokia просто звонить, а на iPod'е у вас будет полностью весь функционал iPhone'а, только без звонилки, которая у вас будет на Nokia. То есть, все довольно-таки прикольно, поэтому я считаю, что, да, у iPod'а есть будущее. Привет, почему в основном про Apple видео? Будешь ли я отходить от яблочной темы? Да, я буду отходить от яблочной темы, собственно, я сейчас уже это делаю, не только там какие-то Apple'овские обзоры и так далее, то есть, есть очень множество других аксессуаров, идем в плане качества, и если у вас там, например, есть какие-то предложения, что там снять, какой обзор или что-нибудь еще, обязательно напишите об этом в комментариях, и, кстати, задавайте вопросы к следующему выпуску. Какой твой первый iPhone? Первый мой iPhone, вот он, iPhone 5s. Если честно, я вот так подумал, что менять его пока не стоит, думаю, подожду до 6s, а там уже посмотрим, может, и опять не будем менять, поэтому он нормально работает, стабильно, ничего не крашится и так далее, и, собственно, звонит и хорошо, скажем так, но я им очень часто пользуюсь, и в последнее время починили батарейку, и она реально тянет у меня целый день, хотя, может, я просто слишком занят для того, чтобы его не доставать и каждые 5 минут не проверять Twitter, но, собственно, работает и целый день у меня проживает без Powerbank. Идем дальше. Хорошие характеристики или в новом MacBook, как ты думаешь, для Final Cut и Logic and Norm характеристики? Насчет этого говорил, да, буду делать обзор, все это дело протестируем, обязательно подписывайтесь, увидите. Зачем ты снимаешь свои видео? Что тебя толкнуло на то, чтобы их снимать? На этот вопрос я уже отвечал, но снимаю я видео за тем, что мне интересно, просто хочется передать какие-то свои навыки другим людям в плане монтажа и так далее, вот, и просто нужно как-то выплеснуть свою энергию, с кем-то поговорить и так далее, вот, сижу с камерой, разговариваю, такие дела. Как развивать канал? Довольно-таки интересный вопрос, если вы знаете, напишите об этом в комментариях, но я когда-то в свое время делал рекламу на сторонних каналах, да, помогало, там приходило 100-120 человек и так далее, но мне кажется, что развиваться именно самому, то есть, ну, например, я сделал там видео-урок для VideoSmile, какие-то люди оттуда пришли, там был мини-курс по Final Cut, вот тут где-то видео оставлю, можете перейти, посмотреть, там я в конце, по-моему, рассказываю, там ссылочка есть в описании под тем видео, там поработал, они мне помогли, на каком-то еще канале, вот так совместки, всякие коллаборации и так далее, это все помогает, поэтому ищите канал, например, у вас 100 подписчиков, у канала 100 подписчиков, обменялись у обоих по 200, ну, грубо говоря. Вот таким вот образом можно развивать канал. Даня, скажи, как-то относится Galaxy Edge и Galaxy 6? Если честно, не трогал, но что-то мне прям Edge зацепил, вот хочу потрогать, поюзать и так далее, обзор писать не буду, но вот какие-то фоточки с комментариями в Instagram выложу, посмотрите обязательно. Какую технику Apple можно купить самую минимальную модель, то есть не iPhone 4s, а iPhone 5? Если честно, непонятный вопрос, но сейчас я думаю, что даже пятерочку покупать не надо, потому что она уже рефаблишт, и лучше купить 5s, хотя у меня в прошлом летом, 2014 года, у меня знакомый купил пятерку по той цене, по которой я покупал себе 5s. Сейчас в России, в Украине, какая-то сумасшедшая история творится с курсом доллара и евро, поэтому сейчас вообще лучше технику не покупать, но если прям вот руки горят, то бери 5s. А на этом, собственно, все. На все вопросы я ответил. Обязательно задавайте их в комментариях к этому видео, пишите их, может быть, в ВКонтакте, где удобно, в личку пишите. Все это дело будет собираться, я на них отвечать под видео не буду. Все это собирается, набирается 25 вопросов, ставлю камеру и начинаю снимать. Собственно, на этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео, делитесь этим видео в социальных сетях. Всем спасибо за просмотр. Пока. Пока.